Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 24 мая. Гейм-подрядчики отчитались о проделанной работе. Строительство объектов в рамках инвест-программы обсуждено на совещании президента. Правопорядок во время празднования последнего звонка. МВД переходит на усиленный режим несения службы. Первый открытый урок музыки прошел на УРА. Оркестр имени Кима Суанова представит столице пять концертов для школьников. Глава государства Анатолий Бибилов провел совещание с подрядчиками и генподрядчиками строительных объектов в рамках инвест-программы. В совещании приняли участие председатель правительства Эрик Пухаев, главы профильных министерств и ведомств. Анатолий Бибилов в первую очередь интересовался темпами и качеством работ. Все гейм-подрядчики отчитались президенту о проделанной работе. В этом году капитально должны быть отремонтированы ряд улиц в Цхимвале. Среди них Лермонтова, Победы, Хазбика Глоева, Исака Харебова. От улицы Сталина до улицы Хазбика Глоева, Рутена Глоева, Братьев Устаевых и переулок Алана Джоева и Гафеза. На четырех улицах все инженерные работы завершены. На остальных работы по замене сетей водоснабжения, газа и канализации завершаются. Позже начнется благоустройство указанных улиц. По остальным четырех улицам мы в этом месяце завершаем три улицы полностью. И четвертая вот улица Тельмонаш. Остаются только щелчки. Еще один важный объект строительства резервного водовода Ванатсхимвал. Он позволит в значительной степени решить многолетнюю проблему водоснабжения столицы. Проектом предусмотрено строительство двух резервуаров объемом 3500 квадратных кубометров. Строительство дорожной инфраструктуры в районах тоже идет по графику. Центральные улицы поселка Ленингор полностью готовы к асфальтированию, сообщил подрядчик Андрей Джоев. Строительство дороги Громт-Синагар завершится в этом году. Громт-Синагар о вас получен, о вас проплачен. Работы ведутся, там земляные работы ведутся. Работы ведутся по строительству водопропускных труб, там аналитики. Строится обездная дорога к мосту. Конструкции моста полностью они проплачены. И в новую неделю уже будем завозить конструкции моста. И приступим к строительству уже к монтажам. И мы там работаем по мосту. Проблема нехватки жилья остро ощущается в районах республики. В этом году ее частично решит строительство 18-квартирных домов в поселках Знаур и Цзау. Анатолий Бибилов поручил Министерству строительства проработать все вопросы и в ближайшее время приступить к строительству. Бибилов интересовался строительством здания комитета по налогам и сборам. Работы по строительству здания производит строительная фирма «Бадо», генеральным подрядчиком которого является Вячеслав Валев. В 2019 году в эксплуатацию должны быть сданы дошкольные учреждения на улице Суворова, городской парк имени Валерия Хубулова, новый родильный дом в Схимвале. При строительстве роддома не возникло никаких проблем ни с финансированием, ни с обеспечением объекта необходимыми стройматериалами. Полным ходом идет строительство мемориального комплекса «Защитникам Осетии». В этом году доведут до конца организацию цифрового телевещания в Республике Южная Осетия. Заключили договора с поставщиками и заводами с подготовителем. Сейчас ведутся подготовительные работы на площадках. Все поклонируем до сентября, все завершено. В этом году будет завершено строительство гостиницы «Ирастон» в центре Схимвала. Подводя итоги, президент Анатолий Бибилов дал четкое указание, чтобы все объекты были сданы в эксплуатацию в декабре текущего года. Прошу, чтобы с этого графика никто не уходил. У каждого по своему объекту. Те, которые отстают, рассчитайте графики еще раз. И чтобы определили конкретные работы по конкретным числам месяцев, которые остались до конца года. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию в декабре месяце. Подрядчики и геймподрядчики строительных объектов заверили главу государства, что все работы идут согласно графику и будут завершены в намеченные сроки. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев, Тамерлан Кустраев. Информационный выпуск сегодня. В этом году, как и в предыдущие, 25 мая, в день празднования последнего звонка, сотрудники МВД будут нести службу в усиленном режиме. А в преддверии праздника были проведены разъяснительные беседы, касающиеся правил поведения старшеклассников. Роза Тедеева подробнее. Министерство внутренних дел республики во время празднования последнего звонка переходит на усиленный режим несения службы. Для обеспечения общественного порядка во всех местах, где будут проходить мероприятия, выставят посты. Более того, в учебных заведениях по поручению министра были проведены профилактические беседы со старшеклассниками, в особенности по вопросу вождения транспортных средств. К сожалению, у нас в республике наблюдается тенденция управления автотранспортом несовершеннолетними, что категорически запрещено. Почему? Закон запрещает всем гражданам управлять автотранспортным средством до достижения 18 лет и наличия водительского удостоверения. Кроме того, в силу своего возраста, отсутствия опыта вождения и незнания правил дорожного движения, несовершеннолетние водители зачастую становятся выявниками создания аварийных ситуаций, что чревато последствиями. В день последнего звонка сотрудники государственной автоинспекции особое внимание будут уделять выявлению лиц выпускников школ, которые будут управлять автомобилями. С года в год, к сожалению, все выпускники имеют привычку садиться за руль автомобилей своих родителей, что категорически, опять повторяю, запрещено. Поэтому все автотранспортные средства, которые будут управляться несовершеннолетними, будут задерживаться на спецстоянку с вытекающими последствиями. В случае выявления выпускников, управляющих транспортным средством, ответственность будут нести не только нарушителей, но и их родители, а также владельцы автомобилей. Роза Тедеева, Александр Кочиев, информационный выпуск сегодня. Комитет государственной безопасности республики информирует, что в связи с усилением мер безопасности в период празднования последнего звонка в общеобразовательных учреждениях с 20.00.24 мая не будет осуществляться пропуск граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в 6.00.26 мая в обычном режиме. В Югостинском госуниверситете состоялась конференция, посвященная 160-летию Кустахи Тагурова и 220-летию Александра Пушкина. Конференция прошла под руководством президента Ассоциации преподавателя русского языка и литературы Залины Тедеевой. В работе конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав ЮГУ во главе с ректором Вадимом Тедеевым, который является почетным членом Ассоциации преподавателей и студенты русской и осетинской филологии. Ректор ЮГУ Вадим Тедеев поздравил присутствующих с Днем славянской письменности. Я желаю всем выступающим удачи и в дальнейшем делать все возможное, чтобы укреплять с одной стороны русский мир в Южной Осетии, с другой стороны делать все возможное, чтобы продвигать осетинскую культуру, осетинские языки в нашей истории. На конференции Вадим Тедеев по итогам аттестации Министерства образования вручил удостоверение высшего ученого звания профессора Зарбегу Джабеву или Хугаеву из Алины Тедеевой. Ректор добавил, что на очередной научной конференции ряд преподавателей будут удостоены звания доцента. Сертификатами были награждены студенты, которые отличились в учебе у участники тотального диктанта, занявшие достойные места. Ко дню славянской письменности благодаря поддержке ректора был открыт специальный кабинет русского мира. На конференции присутствовал и советник российского посольства в республике Сергей Манько. Это его последняя рабочая неделя в Южной Осетии. Срок его командировки в республику подошел к концу. Вадим Тедеев поблагодарил его за плодотворную работу с университетом. В свою очередь Сергей Манько сказал, что всегда рад приезжать в Южную Осетию. Я написал небольшую историю в Южной Осетии, но я уже привезу с собой огромное количество материала. Ну, наверное, так, килограмм 10-20. И обещаю, что где-то в ближайший год, ну, может быть, два, приеду, если пригласить, и презентую эту книгу для нашего университета. Были зачитаны доклады на тему вклад Костах и Тагурова в культурный диалог русского и осетинского народов Пушкин и Иростун и культурные последствия принятия письменности на Руси. Анжела Кукоева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов поздравил патриарха Московского и вся Руси Кирилла с Днем Тезаименитства. В поздравительном послании сказано. В День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия учителей и просветителей славянских народов «Хочу поздравить вас, ваше святейшество, с Днем вашего Тезаименитства. Убежден, что при вашем непосредственном участии историческая духовная связь между народами Осетии и России связанными общими православными ценностями будет укрепляться и динамично развиваться. В этот знаменательный день желаю вам, ваше святейшество, доброго здоровья, долголетия, духовных сил и успехов в вашем высоком служении». Конец цитаты. Игра югостинских артистов произвела огромное впечатление на зрителей первого международного театрального фестиваля для всей семьи «Вместе». Спектакль «Антигона» в постановке режиссера Тамерлана Дзюцова принят восторженно не только зрителям, но и критиками. Труппа Югостинского драматического театра имени Костахи Тагурова стала участником первого международного театрального фестиваля для всей семьи «Вместе». Организатором фестиваля выступил Уляновский театр юного зрителя при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В фестивале принимали участие 10 театров из разных городов Российской Федерации. Помимо Южной Осетии здесь также была представлена Болгария. На сцене Уляновского театра наша труппа сыграла трагедию «Антигона». Я хочу поблагодарить коллектив Государственного Юго-Осетинского драматического театра имени Костахи Тагурова за потрясающий спектакль. Я хочу низко поклониться Тамерлану Дзюцову за вот это просто восхитительное решение спектакля. Мне хочется... У меня просто слов не хватает, потому что актеры настолько искренне все это прожили. Они настолько глубоко все это сыграли. И, по-моему, из зала ни один человек равнодушный мне вышел. Я считаю, что вот этот спектакль просто явился украшением нашего фестиваля. И, ну, зрители мне не дадут обмануть. Я еще раз убедился, какие высокие профессионалы работают в Южной Осетии в театре. Показ произвел фурор. Зрители долго не отпускали артистов со сцены. Мне очень понравился спектакль. Я просто не могу даже успокоиться. Очень интересно представлено все это время Греции, время современное. Это очень интересное прочтение. И я, в общем, очень благодарна за этот спектакль, что я его посетила. Большое спасибо всем активам. Действительно великолепное зрелище. Очень понравился спектакль. Очень великолепный язык. Даже сам язык понравился. Уже на второй день состоялось обсуждение постановки. Критики на удивление югостинских артистов выразили свое восхищение. Помимо фестиваля, организаторы постарались разнообразить программу. Для гостей были проведены экскурсии по музеям Уляновска. Более того, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Андрей Дрознин провел для актеров мастер-класс. Согласно договоренности, Уляновский небольшой театр приедет с гастролями в Южную Осетию. Роза Тедеева, Олимпи Теев, информационный выпуск сегодня. Республика запланирована проведение благотворительных концертов для учащихся Южной Осетии Северо-Остинского государственного национального эстрадного оркестра имени Кима Суанова. Первый концерт, открытый урок музыки, уже состоялся и порадовал югостинских ребят. Мы не знаем, что такое фонограмма, всегда играем живую музыку. Ударные инструменты душа оркестра, бас-гитара, сердце. С этих слов начал концерт заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Северной Осетии Алания, композитор Николай Кобоев. Северо-Остинский государственный национальный эстрадный оркестр имени Кима Суанова представил первый из четырех концертов для школьников Схинвала. Николай Кобоев рассказал ребятам об искусстве и роли каждого инструмента в оркестре. Солисты оркестра сумели вызвать и удержать интерес юного зрителя. Артисты исполнили полюбившиеся песни из знаменитых кинокартин и мультфильмов советских времен. Ночь пройдет, проснует утро, ясно лета, верю счастье, нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, не нас тут солнце зайдет. Солнце зайдет. Концерт произвел на ребят незабываемое впечатление. Они подпевали и аплодировали стоя. Начальник управления культуры, молодежи и спорта столичной администрации Игорь Тасоев выразил уверенность, что эти концерты станут традиционными. Мне кажется, это крайне нам необходимо, потому что дети могут узнать, как складывается песня, из чего состоит оркестр. Дети узнают профессионалист состояние сегодняшней красивой песни. Эти концерты состоятся благодаря и непосредственной помощи администрации президента нашей республики. И очень приятно, очень приятно, что мы дали старт вот этому доброму делу. После первого концерта, который уже состоялся, дети выходили не то, что в хорошем настроении, восхищенные. Я могу честно сказать, это самое дорогое, когда мы видим своих детей счастливыми, наверное, это действительно достойное дело. Оркестру 26 лет, артистов более 40. Первым руководителем стал легендарный Ким Суанов, прекрасный певец. За четверть века оркестр объехал множество городов Северного Кавказа, давал концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Одессе. В Южной Осетии они не впервые. После войны восьмого года оркестр приезжал в разрушенный Схенвал. Зарина Кочиева, Александр Кочиев, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск. Сегодня. Югостинские спортсменки вернулись с призовыми местами из Сочи, где проходил турнир по кеокусинкай каратэ. Все подробности в репортаже нашего спортивного обозревателя Батрат Захуриева. Югостинские спортсменки завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по каратэ кеокусинкай Кубок Кубань. Турнир проходил в городе Сочи. Среди спортсменок до 15 лет не было равных Донни Дудаевой. Серебро завоевала Ирина Тигиева, которая выступала среди взрослых. Довольно-таки массовая. Было 280 участников, 18 команд. И также принимали участие команда из Казахстана, многочисленная команда, которая заняла второе командное место, и команда Абхазии. Ну, соревнованиями я доволен, выступлением учениц обоих доволен. Донна Дудаева выступала в весовой категории до 50 килограммов. Спортсменка провела три схватки, в которых была явно сильнее своих соперниц. Вообще, на эти соревнования я поехала в новой весовой категории. Я волновалась, что там будут девочки немножко тяжелее меня. Ну, на эти соревнования я готовилась. Я уже знала, что мы поедем в мае на эти соревнования. Мы заранее готовились. И с соперницами я встретилась впервые. У меня были впервые с ними бои. Ну, там девочки были немножко старше меня. Я думала, все будет сложнее, но никаких проблем не возникло. Все было хорошо. После долгого перерыва возобновила свою спортивную карьеру Ирина Тегиева. Она выступала в самой тяжелой весовой категории. В финале она боролась с более опытной спортсменкой из Казахстана. У меня было два боя. У меня был один бой до выхода в финал. Это я выиграла этот бой. Первый бой. Эта девочка была с Ставропольского окрая. Потом в финале у меня бой был с девочкой из Казахстана. Она была, конечно, намного опытнее меня и намного тяжелее и старше. Да, конечно, я буду пересматривать свои бои и буду учиться на своих ошибках и исправлять их. Югостинские спортсмены также принимали участие в детско-юношеских играх боевых искусств во Владикавказе, где также добились больших успехов. Эти соревнования были отборочными на всероссийские игры боевых искусств, которые пройдут в сентябре месяце в городе Анапа. Наша команда выступала в составе девяти человек и привезли восемь медалей. Четыре первых места и четыре вторых. Хочется отметить особо это Эрика Джоева, который новичок, занимается первый год, выступал сразу в двух весовых категориях, что допускается. Он в своей весовой категории до 60 килограмм и свыше 60 килограмм выступал и занял первое и второе место. Надо отметить, что этот учебный год удачно сложился для подопечных тренера Владимира Сузаева. Четыре его воспитанника Диана Гоглоева, Ирина Тигиева, Дона Дудаева и Михаил Пухаев выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Батрас Хорьев, Ренат Медоев, информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин